Долгое время эту территорию прятали за забором. Здесь были заброшенные строения, куча бетонных плит и горы мусора. Стихийные свалки в исторической части города пришел конец. Сюда завезли более 10 камазов плодородной земли, засеяли травой, высадили кустарники. Также произведена посадка трех рябин, но работа по логоустройству будет еще продолжаться, так как на осень уже запланирована посадка здесь порядка 10 деревьев. С инициативой помочь выступили представители бизнеса, одна из городских сетей быстрого питания. Пока только деньгами, но в будущем намерены поставить здесь скамейки и заасфальтировать дорожки. Данный проект нашей компании обошелся всего в 100 тысяч, но огромная польза от него для города, несоизмеримо с этой суммой, потому что просто туристический кластер может расти, развиваться. Также безвозмездно, благодаря бизнесменам, появились эти скульптуры. Их установили летом у лестницы, ведущей в Нагорный парк. А будущей осенью, опять же, по предложению предпринимателей, здесь высадят аллеи взамен аварийных деревьев. Если будет какое-то такое экстравагантное предложение, мы, конечно же, согласуем с жителями города и создадим ту зону, которая пожелает сделать бизнес. Кстати, городские чиновники надеются, что инициатива одних окажется хорошим примером для других. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...